Тем временем некоторые решения нынешнего американского президента уже привели к охлаждению отношений Вашингтона с его европейскими союзниками. Немецкие социал-демократы обвиняют Трампа в стремлении расколоть Евросоюз, а эксперты-экономисты просчитывают последствия возможной торговой войны ЕС и США. Репортаж Ивана Благова. Сегодня в Берлине целый день считали граждан невъездных теперь в США. От таких оказалось более 130 тысяч. Среди них два депутата Бундестага. Это немцы с двойным гражданством, которые после новых указов Дональда Трампа не смогут пройти американский паспортный контроль. Берлин возмущен. Ангела Меркель, даже не дожидаясь вопроса, сама под камерой говорит, что думает о решениях президента США. Эти действия, на мой взгляд, противоречат основополагающим принципам помощи беженцам и международного сотрудничества. Она как будто не может сдержаться. Во время инаугурации Трампа Меркель демонстративно отправилась в музей смотреть работы импрессионистов. Во время первого телефонного разговора с ним канцлер, как теперь стало известно, прочитала Трампу чуть ли не лекцию по международному праву. Отношения с США сейчас близки к точке замерзания. Это разрыв такого масштаба, которого мы не наблюдали с 1949 года, то есть за всю историю ФРГ. Он не у порога, он уже идет. Все это происходит на фоне ведущейся в Германии избирательной кампании, кампании «Новой Вельни», в которой подчеркнутый антитрампизм. Мы уважаем тот факт, что ты президент, избранный на свободных выборах, но мы также ожидаем, что ты будешь уважать элементарные ценности западного сообщества. Заявления главного конкурента Меркель, социал-демократа Шульца, от слов канцлера почти не отличаются. Однако он идет дальше, нарочито обращаясь к президенту США на «ты» и сравнивая себя с Бараком Обамой. У бывшего главы Европарламента шансов стать канцлером мало, зато много войти в новое правительство Меркель, задачей которого станет спасение ЕС от распада. Восточно-европейские страны будут ориентироваться сейчас тоже скорее на Америку. Они же вступили скорее в НАТО, а не в Европейский Союз, приближаясь к Западу. Они будут тоже следовать политике своих интересов, подражать в этом американскому подходу. И я боюсь, что Германия в конце концов с такой идеологизированной формой ведения политики останется одна. Тем более реальный сценарий после неожиданного поражения на внутрепартийных выборах экс-премьера Франции Мануэля Вальса. От социалистов за пост президента теперь будет бороться левый популист Бенуа ОМОН. Человек, который предлагает ввести четырехдневную рабочую неделю и гарантированный всеобщий доход в 750 евро в месяц. Шансов победить у ОМОНа немного. А значит, после ухода важного союзника Меркель Франсуа Алланда при новом президенте Париж и Берлин могут утонуть в разногласиях, в частности в вопросе антироссийских санкций. Германия постарается удерживать коалицию в отношении санкций против России. Но кто бы ни выиграл президентские выборы во Франции, ни Франсуа Фийон, а у него больше всего шансов, ни Мариан Липен, никто из них не выступает за жесткие санкции против России. Разногласия есть и в немецких рядах. Вот слова главного соратника Меркель из Баварии Хорста Зейхофера. Политика санкций против России должна закончиться в этом году. Россия должна вернуться в большую восьмерку. Мы должны отойти от блокового мышления 20 века. Речь идет о совместных ответах на террор, миграцию, изменении климата. Немцы опасаются, что сейчас в этой новой реальности их главный союзник Соединенные Штаты начнет видеть в ЕС и в Германии, в частности, своих конкурентов. Все настолько плохо, что научные институты начали просчитывать последствия торговой войны с США. Что будет, если Трамп закроет пошлинами американский рынок для немецких компаний? Глава Мюнхенского института экономических исследований Клеменс Фюст говорит о возможности потери более чем полутора миллионов рабочих мест силы Германии. Ее промышленность, ее же и слабость. Страна слишком зависит от экспорта. Что теперь делать немецкие элиты пока просто не знают. Есть ли выход из этой Трамп-катастрофы? Убийство в Белом доме, например. Очень странная шутка в устах издателя серьезной газеты «Дитсайт». Нервная реакция, мир меняется. Изменения коснутся и Германии. Только никто сейчас не возьмется сказать, какими эти изменения будут. Иван Благой, Дмитрий Волков, Ольга Ледовская, Григорий Емельянов. Первый канал. Берлин.